Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли. Слушай, в последнее время все чаще приходят мысли о духовности. Что такое духовность? Вот, например, у меня иногда люди окружающие называют бездуховной. То есть, потому что я не соответствую их пониманиям принципам, принципам справедливости, каким-то их программному обеспечению, которое у них заложено. Они считают, что так правильно, а я бездуховно, и мои взгляды не через призму, например, патриотизма или каких-то высокопарных духовных вещей, которые у них в голове. Я ситуацию вижу через призму денег. Чтобы было понятно, о чем я говорю. Вот, например, идет война России с Украиной. И там люди говорят, но ведь они защищают родину, они там патриоты, а вот эти там свои интересы защищают, они тоже патриоты, и вот там у них какие-то принципы справедливости. И начинается вот это вот... Мне даже слова класть это, и называется вот эта часть духовностью. Я ее называю программным обеспечением человека. Я предлагаю посмотреть на любую ситуацию с позиции денег. Вот если мы смотрим на воюющую сторону с позиции денег, значит, есть тот, кто вкладывает эти деньги, есть тот, кто зарабатывает на этом. И если мы четко просмотрим, кто на этом зарабатывает, и кому это выгодно, то любую войну можно прекратить в два счета, просто взяв детей этих товарищей и поставив в первые ряды. Война закончится сразу. То есть тогда будут уже давлеть не деньги, а собственные дети. И если я выражаю такое мнение, мне говорят, что я думаю только о деньгах, и я бездуховна. Потому что я вижу мир через призму денег. И ты знаешь, я как-то так задумалась, опять-таки, вот здесь столько подмен, вот просто подмен. И вот разложить эти подмены было бы хорошо, потому что на этом строятся коллективные игры, управление сознанием человека. Дух Овный. Дух Овна. То есть придумав духовность, придумали, как управлять Овнами. Вот. То есть это программа по управлению коллективным. Все, что связано с духовностью, это программа по управлению с коллективным. Ну да, вынос. Человек выносит себя, свою силу вовне и считает это духовностью. И при этом он играет в чужую игру. Чего так он и, поэтому да. И при этом у него нет своей игры. Видишь, многогранность. На самом деле всего вот этого есть многогранность. Если подсвечивать все грани, то мы увидим все преломления и все искажения на самом деле. И было бы даже неплохо рассмотреть все искажения, все отражения, переотражения. И мы увидим, что все, а суть-то одна будет. Просто если мы возьмем, например, рассмотрим такие параметры, как любовь к родине, чувство долга, чувство справедливости, сочувствие, сопереживание, еще какие-то такие вот моменты высокопарные, это моменты из программного обеспечения человека. Они не имеют ничего общего с материальным миром. То есть это ПО, которое не имеет отношения к железу компьютера. Оно может быть любым. Но есть то, что заставляет компьютер функционировать. Как ток, когда ты включаешь компьютер в розетку, ты вроде его не видишь, а он есть. Вот этот вот ток – это деньги. То, что человек изначально сразу греховно, недуховно и несет к церковным. Понимаешь, получается, что если мы будем смотреть с точки зрения программного обеспечения, мы этот электрический ток-то и не увидим. Мы его как-то выкинем, как будто он не существует, и он плохой, и его нам не надобно. А если мы будем смотреть с точки зрения железа, то мы понимаем, что железо мертво без этого электрического тока. И точно так же, если мы видим любую ситуацию, конфликт, там, где есть конфликт программ, там, где есть конфликт материи сознания, мы посмотрим на нее с позиции денег, мы четко будем видеть вторичные выгоды, и мы будем видеть лица заинтересованные. Мы тогда не оторвемся от материального мира. Это очень важный момент. Я считаю, что этому надо учить детей. Я своих детей этому учила. Просто тупо учила. Вот, например, был период, когда там были события в Беларуси определенные, и мои дети приходили и говорили, мама, вот там идут там какие-то акции, там приглашают еще куда-то, там в чатах пишут. Я им говорила, дети, вот сядьте сейчас и посмотрите на это с позиции денег. А есть ли там ваши деньги? Это ваш бизнес? Они говорят, нет, у нас наших денег там нет, это не наш бизнес. И я говорю, вы есть в списке учредителей этого бизнеса? Нет, у нас нет в списке учредителей. Так идите и займитесь тем бизнесом, где вы есть в списке учредителей. И это включало разум. Они научились видеть мир. И тогда можно назвать их недуховными, они бездуховные. Ну как же, они же не за страну получается, да, там, или за кого-то. Подожди, а там тоже не за страну? Ну так естественно. Но я говорю, что как можно сказать о них? Просто через призму денег ты видишь истинную картину. Но деньги, это же не духовно. Но зато все очень четко видно. То есть убираются вот эти розовые очки, убирается вся муть, убираются все сказки, убирается вся лапша, суша и все. И оно становится наглядно. Хочешь ври себе, хочешь не ври. Но при этом ты не духовный. Ты корыстный. И при этом вот эти некорыстные, жадные до безобразия. Вот просто до безобразия. Они себе на шампуне будут экономить. Понимаешь? И тебя будут считать корыстным. Ты же видишь мир через призму денег, а ты просто позволяешь себе видеть правду. Чисто истину, как оно есть на самом деле. Опять-таки, давай посмотрим на наших клиентов. Вот человек пишет, спасите, помогите мою мамочку или там моего дедушку. Он там умирает. Быстренько в больничку. Там-та-та-та-та-та-та-та. И? А почему ты консультацию не закажешь? А денег жалко? Но вы быстренько послушайте. Но вы быстренько сделаете за меня. Быстренько-быстренько обслужите меня. Подождите. Так давай же поговорим о духовности. Вы не духовные. Вы не хотите спасти моего дедушку. Так слышишь, кого жаба задушила? Нас или тебя? Почему должны? И кто тебе должен? Подождите, где духовность? Вот посмотрите на это через призму денег. И вот все как на ладони видно. И ни хрена лгать самому себе. Но при этом может тогда не духовно? Деньги очень хорошо подсвечивают на самом деле. Научить человека видеть мир через призму денег это сразу убрать половину лжи. Половину. Не всю. Но половину ты сразу уберешь. Точно так же наемный работник приходит на работу. Сразу пришел. Ой, какой офис, какое место. Мне нравится. Три месяца нравится. А потом я такой важный. Директор там козел. Мне не доплачивают. Проходит два года. Уже все. Я работать не буду. Без меня здесь ничего не будет. Они там такие, они сякие. Все, зажрался. И дальше он начинает саботировать. Вот сейчас посмотрите все, что происходит на госпредприятиях. Вообще просто приходи в любое административное учреждение, ты увидишь эту картинку. Вынос ответственности на руководителя. Вынос ответственности на вышестоящее лицо. Просто классика жанра. Посмотри на это с позиции денег. Картинка в развороте. Все, не надо больше ничего придумывать. Вся ответственность видна сразу. Как только человеку покажешь, покажи, вот сколько вот в этих, вот в этой сумме своей зарплаты, сколько ты реально заработал. Покажи, на чем ты это заработал. А, так у меня же, я же на бюджете или я же, подожди, у тебя хлебные булки растут на дереве. Вот, через призму. За что ты требуешь? За что ты требуешь себе повышения и за все остальное? Ты это отработал? Я же тут сидел. Ну, так ты сядь на лавочке на улице, тебе за это тоже заплатить должны. Ты не отработал это. Вот так у нас булки на дереве растут. И при этом не отработал, при этом имеешь и не благодарен. И не благодарен. И тогда будет виноват начальник. Потому что ты не заработал. Потому что ты обесценил деньги, а ты через деньги обесценил материальный мир. А через материальный мир ты обесценил свое тело, потому что оно материальное. А через это ты обесценил свою жизнь. Откос. И потом, а чего мы болеем? А почему у нас геморрой? Потому что у вас характер такой. Потому что вы не хотите видеть правду. Но вы же духовные. Ой, я же так Запереживаю, я же так Сочувствую Я же так служу, верно И И малейшее против шерстки Того, кому ты служишь И дикая злость, и агрессия И виноват Потому что подавлено И выплесну наружу А снаружи картинка Потому что на работу ты ходишь Потому что тебе должны дать Дать те деньги На которые ты будешь жить Просто так Но ты не думаешь, как их заработать Ты не думаешь, как проявиться, реализоваться У тебя нет интереса Даже смотреть в эту сторону У тебя интерес Тупо заменен выживанием И поэтому ты свою жизнь Проживаешь, выживая И теория Дарвина под это очень отлично ложится Блин, я когда Вот эти вещи вижу, у меня иногда Ступор возникает Вот с этой духовностью Я понимаю, что идет такая подмена Такая ложь На самом деле Все же очень просто Материя меряется материей И если ты на материю Посмотришь через призму материи Все становится очевидно Посмотри на материальную жизнь Через призму денег Честно И посмотри, какую роль ты им отводишь В своей жизни Действительно Как они к тебе приходят Действительно Как ты проявляешься Как ты их распределяешь Есть ли жадность Есть ли гордыня Есть ли чувство вины Есть ли обида Это же все отследить можно на этом фоне Вообще легко То есть как лакмусовая бумажка И тогда становится очевидно Ты служишь деньгам Или ты служишь своему интересу Но если об интересе Это до слова служишь Не подходит Если бы прям зависла на этом Ты тогда просто валишь по интересу Просто валишь Идешь по интересу Тебе интересна жизнь И ты кайфуешь Но если тебе надо рассмотреть Хуй с ху То ты рассмотришь Железо отдельно А программное обеспечение Софт отдельно И ты будешь видеть Что не работает Железо или софт Через призму денег Через призму Включение компьютера в розетку Включился он или не включился Заработало железо Или не заработало Опять-таки Включился софт Или не включился И где идет сбой Ну тогда это очевидно На самом деле Когда мы говорим о духовности Получается сбой Программного обеспечения А знаешь почему? Потому что нет идеи У людей Нет идеи Есть идеология Есть целые отделы Которые занимаются идеологией А идеи нет Парадокс? Парадокс Толпы людей получают деньги Неблагодарны Перекладывают ответственность Через призму денег Кстати это очень хорошо видно Вот вообще Если на это посмотреть Через призму денег Деньги очень хорошо подсвечивают На самом деле А идеи нет И смотри Святое место Пусто не бывает Я тебе переслала Последних два ролика Про созидательное сообщество Идеи на уровне Мирового масштаба нет Но это же место Не будет свято Никто не будет ждать Еще десятилетия И тогда запускается Идея созидательного сообщества Заметь Очень хорошее видео Туда вложены деньги Немалые Я тоже обратила внимание Вложены деньги Да Вот опять-таки деньги Да Идеи Которые транслируются Заметь Берутся самые утопические И очень хорошо Преподаются Преподносятся Например Идея с налогами Отменить все налоги Отменить все сборы Все в любви И радости И счастья И все строят Города будущего И все Все-все-все Но при этом Оторванные От реальности Потому что Человек уходит в мечту А как это реализовать У него нету То есть идет отрыв от материи Это как семена Которые повесили в воздухе На тряпочке И говорят Когда-нибудь они коснутся земли Но они не прорастут к земле Потому что они не в земле И там нет влаги Но при этом Деи утопические бросаются И на фоне этих утопических Утопические идеи Они так Включают Внимание Привлекают Человек загорается Цепляется Да А следующее Что делается? Страх А как страх? Вот Только мы Знаем Как на земле Будет меняться климат Какие будут Землетрясения Какие-то катаклизмы Там та-та-та Вот сейчас Там вулкан проснется И весь земной шар Уничтожит Тву-тву-тву И что надо сделать Чтобы этого не случилось? Срочно Вступайте В это сообщество И тогда Земля не будет Уничтожена Бля Ты слушаешь Твою ж мать Какой бред Но ведь страх Уже сработал У человека И таким образом Те идеи Которые будут Транслироваться Теми людьми Которые стоят За этим сообществом Они будут Ложиться в голову Сразу миллионов Внимание Захватили Утопией Да Подстегнули Привязали Через страх И дальше Начинай закладывать И будет Раскачиваться Раскачивается Управление И тогда Вот эти вот Товарищи Кто идею Вовремя Не сделал И не взял Бразды управления Вот На местном масштабе В какой-то момент Прогорит Потому что Это заходит Из интернета Это заходит Значительно шире Как сетка Так Разбрасывается И туда уже Попадается рыба Если ты Своё стадо Не отвёл То оно будет Накрыто Этой сеткой А для того Чтоб твоя Рыбья стайка Осталась У неё должна Быть своя идея И своя голова А пока Этого нет Пока Мы говорим О духовности И о том Что деньги Греховны В это время Те, кто не считает И греховными Их просто Вкладывает В новую сеть Которая уже Разбрасывается В головах А с этим И в новые идеи И эта идея Не марксизма Ленинизма И не коммунизма И ничего остального Пока они Утопические Потому что Тоже нет Идеи глобальной А власти Хочется И сетка Уже Делается Ну и что В эту сетку Добавить Страшил Проискусственный Интеллект И пошла Новая игра Полностью На старой Ничего Нового Это уже Было Вот так Зависаешь Задумываешься Насколько Все просто И насколько Все сложно Понимаешь Просто Неинтересно Становится Одна и та же Игра Ведь это Все равно Игра в перераспределении Просто Она становится Очевидна Кто Кого Обхитрит Так вот Понимаешь Что получается Суть в этом Кто Кого Обхитрит Да Вот тебе И все И вся суть И тогда Хитрость и ложь Заходят через Программное обеспечение Через вот этот софт Патриотичный Сочувствующий Сопереживающий Еще какой-то Еще Духовный Хороший Игра Хороший Плохой Качель И все же Мы хотим Быть хорошими Да Хотим Значит Давайте Будем Сопереживать Сочувствовать Служить Служить Мы же такие хорошие Защищать Да А вот У этих Двух теток Нет ни чести Ни достоинства Они греховны Сколько у нас там писали Что мы греховны Там есть Кто-то там был Разогнался Очень сильно Да Слышишь Что-то ты так Сейчас произнесла И меня вдруг Знаешь Так Отбросило В прошлое Как Точно так На ведьмочек Говорили Что-то уже было Такое в истории Это Это Простутствие Разума Угу Ты валишь В этом Интересе Ты как Солнце Светишь Оно Не разбирает Куда светить И так Каждый Светит Солнцем Вот Вот это Уже Оси Это единственный Вариант Обойти Ловушки Да И всякие Вот эти Созидательные Сообщества И так далее Но тогда Людям надо Вернуть Ответственность За их жизнь Людям надо Вернуть Вернуть Включая законодательно Вернуть Ответственность Смотри Кстати Недавно Увидела Рекламу Это Гродненская ГАИ Я просто Возгордилась Мужиками Пешеход Когда ты будешь Умирать На пешеходном Переходе Пухни Ты был прав Написали Прямо на асфальте Не Не на асфальте Там такая фотка И написано Когда ты будешь Умирать Когда тебя собьют Помни Ты был прав Думаю Супер Вообще Пришло уже Понимание Пора возвращать Пешеходам Ответственность Пора возвращать Да вообще Любому человеку Любому Да Везде Абсолютно везде Везде Бери ответственность Да На себя А не Перекладывай Это уже все Это уже в прошлом Все Вот оно Пора Пора просыпаться И жить На самом деле Жить красиво И искренне А не создавая Ловушки Карманы Не создавая Сон Гипноз Ну видишь Тогда и экономика Будет другой Тогда надо Возвращать ИП Возвращать Им Ответственность Тогда Очень много ООО Придется Реструктуризировать И Людям Вернуть Ответственность Через Опять-таки Через ИП Это надо будет Менять Систему Налогообложения То есть Человек Сам за себя Должен платить Налоги Должен платить ФСЗМ Все делать сам Причем Знаешь Такое Добровольном В добровольном Добровольном Как благодарность Да Как благодарность То есть Искренне Не как Обязаловка А именно В добровольном Вот это уже Другая песня Просто смотри Вот сегодня Например За наемного работника Платит Фирма И наемный работник Получая расчетный лист Он может возмущаться Почему там Так мало Подожди Ты туда накинь 35% ФСЗН И процент Долго страха 36% За тебя Уже заплатили Ты их не видишь Но за тебя заплатили Ты возмущен Что тебе мало Тебе да еще Ну так подождите Так давайте Он сам будет платить За себя И он сам заплатит Этот ФСЗМ Конечно И он будет Не фирма А он И тогда будет Возвращена ответственность И он будет видеть Все суммы И ему будет Тогда ценно И его взнос В пенсионный фонд Для него будет ценен Он тогда будет видеть Он будет видеть Это А иначе он не видит И у него жаба душит У него возмущение Почему так Ему весь мир должен Тогда Это точно так же Как Бери семью Если родители Будут давать Давать деньги Ребенку Ребенок считает Что Их Они должны К нему приходить Он их не считает Не будет считать Да А как только Ты начинаешь Забирать Как это Как это Ты забираешь А посчитай Сколько я на тебя Потратил Или ты потратил Да не может быть А вот А если выделять Определенную сумму И ребенок Начинает рассчитывать Уже другая Сам распоряжаться Да Это про ответственность Это когда Возвращается Ответственность Человеку И человек сам Распоряжается Своей жизнью Своими тратами И это про развитие И опять-таки У человека Тогда появляется Стимул Больше зарабатывать Хочешь лучше жить Больше заработай Больше работай У человека Появляется Мотивация Естественным образом Та мотивация Которая Отсутствует В ООО В госпредприятиях Она отсутствует Просто Есть вынос Ответственности На другого человека И все И дальше Все должны Подожди Верни Ответственность И Мотивация Возвращается Сама Хочешь больше Больше заработать Больше работай И опять-таки Человек сам Тогда следит Полностью И за своими Расходами Он сам продумает Стратегические планы И его не надо Толкать в задницу Он сам все делает Все Система работает Сама Это про возвращение Ответственности Это здоровая система На самом деле Тогда Это здоровая система И вот смотри А идея-то проста А верни человеку Ответственность И верни человеку Искренность И говори обо всем Честно и открыто И убери все Ограничения И посмотри Как будет развиваться Общество И все Мы увидим Другое общество Чем меньше В обществе Ограничений Особенно в бизнесе В экономике Тем быстрее Идет развитие Поэтому Офшоры Так и выстреливают Всегда Потому что Там снято Максимальное количество Ограничений Да Но мы же сейчас Горим бездуховные вещи Мы же опять за деньги Как есть Бездуховные Бездуховные Главное что без овнов Вернее Главное что не в овнах Мы А мыслим Индивидуально Да Вот индивидуальность Человеческая Она цена А она может проявиться Только через Его собственное движение Через его собственное проявление Через его собственную искренность Опять-таки Даже если человек Натолкнулся на свое эго Пошел не по тому пути Даже если человек Уперся в стену Все равно У него При взятии ответственности За свою жизнь На себя Появляется возможность Думать Развиваться Двигаться Потому что это его жизнь В нем тогда Кипит энергия Потому что Он Да Смотри Потому что Он уперся в стену И он понимает Что он дальше Двигаться не может Значит он будет Искать выход Чтобы начать двигаться Вот это тогда Когда человек сам Сам Смотри Но это Сам двигается Материей Если материя То человек Двигается сам А теперь смотри Если материю Заменить Софтом Вот Патриотизм Вот Духовность Вот Широкая душа Вот Вот так правильно Вот мы Софтом Заменили А софт Что делает Вместо движения Вместо действия Он выпускает Эмоцию И эта эмоция Эмоциональный порыв Я пойду Родину защищать Я пойду Буду служить Мы лидеры Мы там На танки Пошла эмоция А действия Транспарант в руки Подожди Так эти действия Не приводят К зарабатыванию денег И не ведут К развитию экономики Они ведут К чему? К разрушению Того что ты имеешь Так подожди Зачем рушить Если надо создавать Направление движения Другое И вот Софт Получается Обеспечивает Направление движения В сторону Разрушения А действия В сторону Создания И человек Постоянно На распутье Если он уйдет В коллективное Как баран Он пойдет В разрушение Себя И окружающего мира Если он пойдет В индивидуальное И в развитие Со взятием Ответственности Это рост Это бог Это создатель И он будет Производить Создавать красоту Вокруг себя И это будет Про развитие Вопрос Где это Это духовность Там Где вот этот Высокопарный Софт Или где Просто Ответственность И действие Где дело Но там же Где дело Там и деньги Кривое зеркало Кривое зеркало Поэтому Когда На меня говорят Что я Бездуховная Я на самом деле Так спокойно К этому отношусь Я уже столько В своей жизни Была Бездуховной Что ваш Дух Когда вы Сидите на диване И пердите Невкусно пахнет Блин Вообще Ваш дух Меня не устраивает Вот этот Высокопарный Хочешь идти работать Иди работай Тогда нехрен На диване сидеть И на свежем воздухе Твоего духа Не видно И не слышно Иди работай Иди работай И тогда Дело будет Ой А как же тогда Духовность Ну можешь Сходить помолиться Ой я хотела Что я Лбом Как египтянин На Рамадан У меня все время Этот египтянин Стоит перед глазами Ну я же рассказывала Была в Египте Как раз после Рамадана И идет мужик Тут такой шишак Черный на лбу И я смотрю на него Думаю Блин Наверное приступ Эпилепсии Был у чувака И я спрашиваю Там Как раз проходил Мимо официанта Я спрашиваю у него Говорю Что это с вашим товарищем Почему у него так Голова разбита А он говорит Он очень молился Был Рамадан Да Говорим о разуме Голова чтобы ею биться Кто-то в нее ест Кто как использует голову Кто-то ест Кто-то бьется Ей Кто-то еще что-то Да Да Кстати Если брать Нашу книгу Здесь есть одна Очень интересная Глава Она обалденная Мне она очень нравится Я бы ее даже сейчас Процитировала Но Вот 63-я страница Если Люди захотят Сами почитать Деньги Как возможность И Здесь Конкретно С примерами Совсем Про то Как Деньги Открывают Возможности И как Какой вывертыш Идет с деньгами Когда люди Отказываются От денег Знание внутри Деньги снаружи Идет перетекание Информации И обретение формы Через деньги И все в поле интереса Замкнутая система Мы даже Как щетки Для Моки Окон На этом примере Показывали Как будет работать Система С деньгами На самом деле Книги Сейчас вот Да Читаешь И понимаешь Насколько Они глубокие Вообще Умные Равно Деньги Безумные Равно Без денег И здесь Вот В этой книжке Кстати К деньгам Мы так Периодически Возвращались И мы четко Показывали Их роль Насколько Они важны В психике Настолько Они важны В материи То есть Это связка Между психикой И материи И эта связка В твою игру Сказать Своим телом Ты полностью Ты полностью И четко Где мы Где мы Где мы Там и солнце И тогда Нам не надо Бежать За 3-9 земель И говорить Счастье Там Я поеду Туда Где счастье Где растут Мимозы Нет Мимозы Можно посадить У себя На подоконнике Все будет Хорошо Как-то так Бездуховная Ирина